К нашему эфиру присоединяется политический эксперт, политолог, публицист Игорь Эйдман. Здравствуйте. Игорь Веленович, приветствуем. Добрый вечер. Как вы считаете, как правильно трактовать слова Писториуса? Ну, в общем-то, Писториус констатировал факт. Ничего такого экстраординарного или такого фантазийного, что ли, он не сказал. Он констатировал факт, что реально в результате, прежде всего, в результате преступных действий российского руководства, во главе с Путиным, мир и Европа, в том числе, стала, перед миром и Европой, стала реальная угроза большой войны. То есть, если Путин развязал войну в Украине, фактически закупировал часть украинской территории, продолжает эту агрессию, то следующим шагом может выйти война в Европе. Скажем так, Писториус не утверждал, что эта война неизбежна, он просто говорил, что она не исключена, значит, что вероятности ее нет. Ее есть, вернее, вероятность такая. И, значит, нельзя ее исключать. Вот, в общем-то, это правда, так и есть. Пока существует путинский режим, Европа не будет чувствовать себя спокойной, не будет себя чувствовать в безопасности. Она понимает, что существуют реальные угрозы, что война в Украине перекинется и на европейские страны. Вы знаете, если раньше мы читали в пабликах, что в Европе не верят в то, что война может переброситься в Европу саму, то сейчас такое впечатление складывается, как будто бы элиты проснулись. Знаете, это было уже с начала войны широкомасштабной, с 24 февраля прошлого года. Уже вскоре, буквально на следующий день выступал канцлер Шольц в Бундестаге и впрямую говорил о том, что это не просто агрессия России против Украины, а это агрессия, которая угрожает всем европейским странам, европейской безопасности, безопасности Германии. И, в принципе, уже с того момента немецкие элиты понимали, что больше им не удастся делать вид, что ничего экстраординарного не происходит, делать вид, что нам не надо тратиться на оборону, мы лучше будем экологией заниматься, социальной сферой и так далее. Что было все последние годы, начинается от Шрёдера, Меркеля и прочее. Они отложили эту позицию. Тогда же Шольц заявила о том, что они вкладывают в оборону в ближайшее время 100 миллиардов. И Писториус, когда он стал несколько позже министром обороны, он активно вот эту программу перевооружения немецкой армии и усиления боеспособности, она ее активно проводит в жизни. И, собственно, вот это еще раз он просто напомнил, что называется, элитам, напомнил элитам, что необходимо огромное внимание в этой ситуации уделять обороноспособности страны, потому что, что называется, враг на пороге и угроза войны, она вполне реальна. Может ли это означать больше тратить на собственную оборону, меньше на помощь Украине? Конечно нет. Конечно нет. Немецкие и европейские элиты прекрасно понимают, что Украина это не только, она не борется не только за собственную свободу и собственную независимость, это фактически щит Европы, потому что следующим может быть любая европейская страна, страна НАТО, Европейского Союза, больше даже страны Балтии. То есть, конечно, об этом речи нет. Я заметил, что в последнее время почему-то в многих СМИ, ютуб-каналах, украинских, существующих в Украине, проходят такие полупанические ноты, что типа сейчас нас бросят на произвол судьбы, американцы, европейцы, ничего похожего даже рядом нет. Абсолютно. Просто ситуация такая, что и Европа, и Германия, и США, они прекрасно понимают, и постоянно их руководители об этом говорят, что Украине необходимо помогать, что бы ни происходило, какие бы другие проблемы не были, какие бы другие войны не полыхали на планете, но помощь Украине, она остается приоритетной, ей нужно помогать до победы над путинским режимом. И никто с этой позиции сходить не собирается, даже близко. Хорошо, но может ли это означать, особенно после того, как подобные заявления о том, что Германии следует привыкать к мысли о том, что может быть серьезная или прямая угроза и для стран Европы, звучит из уст министра обороны Германии, может ли это означать, что, например, сдвинулся вопрос с мертвой точки о предоставлении Украине столь необходимых теперь еще и Таурусов? Да, я думаю, что сейчас, скажем так, нам недолго осталось ждать этого решения. Все эти решения, которые принимали европейские страны и США по расширению номенклатуры вооружений, которые поставлялись Украине, они принимались медленно, но верно. И я, по-моему, выступая у вас на телеканале или на другом украинском канале, где-то там год назад говорил, что и вопрос с танками будет решен, и когда еще не было этого решения, и вопрос с самолетами тоже будет решен, но несколько позже. Но вот видим, что все эти вопросы решаются. К сожалению, к большому сожалению, гораздо медленнее, чем хотелось, но я думаю, что пока идет война, эти вопросы будут решаться. Говоря о информационном пространстве и о повестке, очень часто российская пропаганда делает акцент на том, что об Украине не говорят, и что пытаются замылить как-то повестку Украины. Что происходит в Германии? Говорят об Украине? Конечно, говорят, пишут. Другой вопрос, что вообще информационное пространство и СМИ, они живут по своим законам, и в первый момент начала вот этой ширкомасштабной агрессии, конечно, внимания было у СМИ гораздо больше. Но это понятно, очевидно, потому что когда появляется что-то новое, какое-то событие, новое явление, такое страшное, как война, тем более к этому пристальное внимание прикладывается. Потом информации становится меньше. Но это не значит, что об ситуации в Украине забыли. Ничего подобного регулярно во всех новостях, и по телевизору, и в газетах пишут о ситуации в Украине, о тех преступлениях, которые совершают там российские агрессоры, в том числе, когда происходят какие-то очередные бомбёжки городов, с массовыми жертвами об этом обязательно пишутся, обязательно показываются. Многие газеты имеют корреспондентов своих, которые отслеживают ситуацию на фронте. Например, газета Bild, одна из самых популярных газет в Германии, тиражных, имеет своего корреспондента, по-моему, это Рёбки, который постоянно пишет о военной ситуации на фронте. Так что никто не забыть, никто не забыть, ничто не забыть. Всё это продолжает оставаться в фокусе внимания европейских властей, общественности, СМИ. Игорь Виленович, скажите, пожалуйста, а как освещались в СМИ в Европе антиизраильские или антисемитские погромы, которые в России происходили? — Безусловно, это была новость довольно яркая, об этом много писали и говорили. Скажем так, неожиданная новость, потому что путинским властям, они же пытаются всё время прогонять в мировом информационном пространстве такую легенду о том, что Россия — это оплот стабильности, что в России невозможны какие-то эксцессы такого рода, в том числе антисемитские, потому что там дружба народов, мир, дружба, жвачка между народами и прочее. И вдруг такое совершенно экстраординарное событие. Надо учитывать, что путинская пропаганда постоянно педалирует тему каких-то антисемитских проявлений в Европе со стороны, в том числе, мусульманских активистов и каких-то исламистов. Но ничего похожего по уровню того, что было в Дагестане, нигде в Европе, заметьте, не было. И это, конечно, удар по путинской пропаганде, по её месседжам. Люди видят, что всё это не так, что сам Путин плохо или почти не контролирует страну, что может произойти в любой момент какие-то совершенно жуткие события, в том числе антисемитские погромы. И это, конечно, по репутации, по престижу путинской России сильно ударило в Европе. А как ведут себя сейчас любители русского мира в Германии? Ведь мы помним и марши, и вот эти флаги, и пилотки, и танцы с песнями. Были аресты, задержания. Приутихли ли вот эти выехавшие из Российской Федерации любители понастальгировать по Советскому Союзу? Да, они, конечно, приутихли, у них был пик активности сразу после начала широкомасштабной агрессии в весной 2022 года. Они тут вообще просто огромные какие-то автоустраивали демонстрации с участием сотен машин, если не тысяч даже. Но им, конечно, немножко дали по шапке, и они оказались трусоваты. Почему? Потому что они, конечно, большие любители Путина и России, но уезжать из Германии они никуда не собираются. И они думали в силу скудности своих интеллектуальных возможностей, что они здесь будут безнаказанно бесчинствовать и бегать с этими путинскими фашистскими символами, и будут продолжать при этом жить в Германии, работать там, а очень многие получают социальные всякие пособия и социальную помощь. В общем, показали, что так не будет, и они быстро сгрейфили. Там остались отдельные отморозки, и они еще проводят какие-то акции, но масштаб, конечно, снизился. Игорь Виланович, спасибо большое. Спасибо за эту беседу, спасибо за предоставленную информацию. Игорь Эйдман, политический эксперт, политолог и публицист, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.